Здравствуйте, дорогие друзья! Это ответы на вопросы библейского портала «Экзегет». И я, священник Иоанн Тераутс. К нам поступил вопрос по Священному Писанию, который достаточно неоднозначно можно прокомментировать. Вопрос в следующем. Есть такое достаточно сложное место Священного Писания. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. В контексте Тайной Вечери Господь обращается к Петру со следующими словами. «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». О чем здесь идет речь? Ведь сеяние пшеницы — это некая устоявшаяся зарисовка к притче о сеятеле. Это проповедник, сеящий Слово Божие. Пшеница всегда в Священном Писании имеет достаточно положительный контекст. А тут сатана просил сеять вас, как пшеницу. Это обращение ко всем апостолам. Это все произносится в контексте Тайной Вечери. Этого стиха нет ни у одного из синоптиков и в Евангелии от Иоанна. Это исключительно особенность Евангелия от Луки. Здесь есть два подхода. Святитель Иоанн Златоустый говорит о следующем, что сеять, как пшеницу, это значит подвергать сильным искушениям. Сеятель, когда в определенное сито всеивает пшеницу, точнее всыпает пшеницу для того, чтобы ее отсеять и отделить плохую пшеницу от хорошей, он ее сильно трясет. И вот сатана хочет, чтобы апостолы были подвергнуты этим искушениям. Здесь мы с вами можем провести параллель с книгой Иова, где сатана просит у Бога подвергнуть Иова определенным искушениям. Далее это некая очень красивая литературная зарисовка, в которой показывается, как Христос предрекает Петру его отпадение, его искушение, его предательство, троекратное отречение от Иисуса Христа. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Это как раз-таки второе объяснение данного текста. Итак, подведем итог. С одной стороны, сатана просит, чтобы апостолами... Он мог испытать апостолов, искусить их очень сильно. А с другой стороны, это некое описание пророчества о том, как Петр вскоре предаст Господа Иисуса Христа. Второй подход или второе объяснение предлагает нам профессор Лопухин в своей толковой Библии. Также стоит отметить здесь следующее. В аскетическом контексте это говорит о том, что нам необходимо быть очень близкими к Иисусу Христу. Нам необходимо держать эту очень тесную связь с Ним, дабы мы не впали в руки дьявола и не были сильными подвергнуты искушениями. Чтобы мы не отпали от Иисуса Христа. Ведь Петр, которого Господь вообще называет Петр, Кифа, Камень, веру, которого он не раз ставит в пример. И сам Петр является выражением этой сильной, этой чувственной веры в Иисуса Христа. Именно Петру принадлежит первое исповедание Иисуса Христа Богом. И в то же время и этот человек под действием ненависти дьявольской может отпасть. Что значит еще сеять, как семя? Это значит, что подвергаться очень сильным треволнениям этого мира. Дело в том, что иногда, погружаясь в суету, мы с вами теряем Бога. Здесь опять же мы можем с вами отождествить эту мысль с притчей о сеятеле. Помните, что одно семя упало при пути, одно семя упало в тернии. Тернии — это как раз-таки были вот эти суета этого мира, которая взошла и подавила семя, и не дало ему произрасти, и не дало принести ему определенные плоды. Вот каким образом мы с вами можем рассмотреть данный текст Священного Писания, данный небольшой отрывок. Храни вас и Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok